А вот заемщики Альфа-банка требуют увольнения директора по взысканию кредитов Алексея Тесленко. Говорят, условия возврата денег стали просто неподъемными. На митинги, которые устроили сами заемщики, побывала Яна Алиматова. Банк-агрессор богатеет, украинцы все беднеют! Банк-агрессор богатеет, украинцы все беднеют! Когда они брали кредиты, курс доллара был стабильным и в разы меньше, чем сейчас. Было по 14,5%. Через полгода подняли в одностороннем порядке на 2%. И когда посчитали процентную окончательную ставку, вышло 19,5% в год. Теперь им приходится возвращать банку в десятки раз больше, чем брали. Говорят, поначалу как-то тянули выплаты. Надеялись на власти, что они стабилизируют ситуацию. Но больше выплачивать за облачные суммы не могут. Просто не хватает зарплаты. На последнем заседании Комитета Верховного Совета по банкам и финансовой деятельности, один из руководителей Альфа-банка, Алексей Тесленко, принял очень циничную, бездушную позицию, заявив, что Альфа-банк будет выкидывать своих заемщиков на улицу и пускай идут, куда хотят жить. Под угрозой квартиры и дети, которые останутся вместе с родителями на улице. Наверное, они решили, что с нас уже больше нечего взять и что уже пора взять квартиры. Угрожают физической расправой, морально давят, звонки круглосуточные постоянно идут. Никому в этой стране не позволено огульно и по-феодальному противоправно заявлять и в последующем выкидывать людей ни перед кем не виновных на улице. На митинг пришли не только заемщики Альфа-банка, но и люди, которые брали валютные кредиты в других банках. Они организовали движение «Дело принципа». Мы, граждане Украины, которые на сегодняшний день страдаем от падения курса, от того, что Россия делает в нашей стране, пришли протестовать под российские банки, против одного из руководителей этого российского банка, который считает, что украинцев можно выбрасывать на улице, направо и налево. Больше всего заемщики хотят человеческого отношения и лояльных условий возврата кредита.